Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 132 км. После стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если скорость течения равна 5 км в час. Стоянка длится 21 час, а в пункт отправления теплоход возвращается через 32 часа после отплытия из него. Сделаем схематический рисунок. Теплоход отправляется из пункта А в пункт Б со скоростью В равная х. Скорость теплохода В равная х это собственная скорость стоячей в воде. Так как он плывет по течению реки, следовательно у нас есть скорость речки В реки равняется по условию 5 км в час. После того как он приплыл в пункт Б, он там постоял и начал возвращаться назад. Со скоростью В теплохода х. Расстояние между пунктами А и Б 132 км. Нам известно, что все время равняется 32 часам. Все время будет складываться. Из время движения по течению плюс время стоянки и плюс время движения против течения. Время движения по течению будет равняться путь деленное на скорость. Путь С у нас равен 132 км деленное на скорость по течению. Скорость по течению будет складываться из собственной скорости теплохода плюс скорость течения реки, так как он плывет по течению. Время движения против течения будет равняться путь S, деленное на скорость против течения. Путь S это 132 км, деленное на скорость. Это собственная скорость теплохода минус скорость течения реки, так как он плывет против течения. Соберем все воедино. Получается, общее время, это у нас 32 часа, равняется. Время движения по течению это 132, деленное на х плюс 5. Плюс время стоянки. Время стоянки это 21 час. Плюс время движения против течения. 132, деленное на х минус 5. Преобразуем. Перенесем 21 через знак равенства. И посчитаем. Получается, 11 равняется 132, деленное на х плюс 5. Плюс 132, деленное на х минус 5. Домножим наше выражение на х плюс 5, на х минус 5. Тогда получается, 11 умножить на х плюс 5, на х минус 5, равняется. 132 умножить на х минус 5, плюс 132 на х плюс 5. Преобразуем. Получается, 11 умножить. А здесь можно воспользоваться формулой сокращенного умножения. Х в квадрате минус 25. Равняется. Тут раскроем скобки. 132 умножить на х минус 5 умножить на 132. Плюс 132х плюс 5 умножить на 132. Минус 5 умножить на 132 и плюс 5 умножить на 132. Займ уничтожится. Получается, 11х в квадрате минус 11 умножить на 25. Равняется. 132х и плюс 132х это будет 264х. Перенесем все в одну сторону. Получается, 11х в квадрате минус 264х и минус 11 умножить на 25. Равняется 0. Разделим все наше выражение на 11. Получается, х в квадрате минус 24х и минус 25. Равняется 0. Решим это квадратное уравнение по теореме Виезда. Сумма корней х1 плюс х2 равняется минус b, зеленая на а. Это 24. Произведение корней х1 на х2 равняется c, зеленая на а. Будет минус 25. Методом подбора определяем х1. Х1 равняется 25. Х2 равняется минус 1. Тогда сумма корней это 24, а произведение минус 25. Х равное минус 1 не подходит. Значит, ответ 25. Запишем ответ. Собственная скорость теплохода В равняется 25 км в час. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok